Чё, прям здесь что ли? Прям здесь. Прям сейчас? Прям сейчас. Прям вот так. Не, 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 не. Не, у вас же вот. Вот же у вас. А-а-а. Прям сюда высыпать? Да, высыпать. Где собирали? Да где я собирал? По фонтанам собирал. Вот здесь так же в Харифуре. Кстати, стележек вот иногда кто-то забывает. Я сижу, смотрю каждый день. У вас работа такая, да? Работа. Давайте вот. Сейчас, как увидите, 300 евро сейчас увидите. Ага. Не густо, Григорий. О, 22 евро, 12 центов. Ну-ка. Значит, 477 евро и 88 центов. Чего, за что это? 500 евро за ремонт. 50 же договаривались. 50, это в ваших фантазиях. Ага. За то, что натворили. Квартира очень хорошая. Я сам там два или даже три раза там был. Мебель там добротная еще. Окна куда? Окна не в колодец, а в патио. Вот. Это внутренний двор считается. Очень тихо зато, знаете, когда вот на улице кто-то там орут, собаки лают, а там все тихо. Да, а я, я вам сейчас на e-mail, да, отправлю с другого телефона, с третьего. А вот сейчас, подождите, на какой вы телефон звоните? А, на Samsung, да. У меня просто на iPhone тоже там входящий. Я вообще сейчас, сейчас вам на почту все, отправлю информацию, да. И локацию тоже прикреплю, да. До свидания. Ага. Еб***ь мою мать, блядь. Кто еще так тормозит резко, там царапины. Полицию надо вызывать. Да вы не смотрите, это круг, это круг. Вы должны были пропустить здесь людей. Я e-mail, между прочим, отправлял. Вы идиот, у вас даже прав нет. Вы даже не имеете права на дорогу выезжать, если вы не понимаете этого. У меня, знаете, у меня польские права есть. Какие еще польские права? Звоните хоть в полицию, хоть в милицию. А где вы взяли польские права? А где, ну, вы же рекламу сами давали. Вы купили эти польские права? Польские права. Все. Это вас в тюрьму посадят. Почему вы в тюрьму? Идиот. Давайте урегулируем как-то сами, не кричите. А вот у него польские права, хочу и кричу. Не надо. Я эту машину сейчас забирали за три. Сейчас забирали за три. Вообще никуда. Давайте вы за три заберете мою машину. Давайте не тысячу, а 50 евро. Тысяча евро я вам сказал. Тысяча. 50 евро знаете что вам? Очки себе новые купите за 50 евро. Тысяча евро. Тихо, не кричите. Все, давайте договоримся потом. Может быть, работу какую-нибудь мне дадите? Работа? Вам за эти деньги работать два месяца придется. Григорий, что вы можете? Два месяца? А есть какая-нибудь, чтобы одна и сразу, чтобы хорошая была? Чтобы сразу рассчитаться со всеми? Чтобы сразу все сразу. Сильная такая. Есть? Есть для вас хорошая работа? Семен, пойдемте. Прямо, чтобы хорошо денег было. Да. Если угли-то купили, я так понимаю, у нас барбекю сегодня будет. Мясо жарили. Донкарбон называется еще угли. Интересно очень. Когда-нибудь участвовали? Самодеятельность какая-нибудь там? Спектакли может что-то там? В детском садике, на утреннике детском я с зайчиком еще был. Там сценка такая была. Волк выбегает вот так вот. Все, я подлично. Значит, зайчик мой, сегодня для вас есть работа. Артистом поработаете. И док этот закроем. Договорили, и все. Все, все. Да вы за мной. Садитесь. Поехали. Главное, чтобы работенка высокоплачиваема была. Самое главное, да. Я за вами еду, значит. Дистанцию держите. До встречи, Семен. Кленовый желтый лист, гонимый ветром, не ведает, что это его смерть. Здрасте. Здрасте. А я вам звоню. Это я, Семен, из Семен Реоти Корпорейшн. Можно зайти? Да, открыто. Заходите. Добрый день. Привет. Я топ-менеджер компании Семен Реоти Корпорейшн. Здравствуйте. Очень приятно. Да, смотрите, проходите. Ага. Дворик-то у вас небольшой совсем такой получается, да? Но мебель все-таки садовая вот не хватает вам сразу. Это, конечно, обесценивает очень сильно участок. Решетки у вас такие портят впечатление от дома. Люди начинают все переживать, там, окупасы. Поставили окупасы, боитесь, наверное? Да мы и не ставили. А откуда же они у вас? А? Так, покупали. Да. Наверху все-таки нужно решетку было до конца довести, а то все-таки вдруг окупасы. Ага. Грязненько у вас, кстати. Ну вот и убираем. Я зайду? Ага. Заходите, смотрите, что хотите. Я не разрываюсь, ладно? Спасибо. Ну, в принципе, на самом деле светло, просторно, чисто. Но бедненько и пространства маловато. Ну, мы же, собственно, и не виллу за миллион продаем. Маленькая очень. Ну, вилла не вилла, а вот телевизор, конечно, я постыдился, честно говоря. Ну, что это вот? Ну, слушайте, мы сдавали отключительно для аренды, поэтому зачем хороший телевизор? А у вас, вот я смотрю, даже кондиционер не поставили, да? Нет кондиционера вообще? Зачем? Ну, здесь не надо. Летом здесь прохладно, а зимой не холодно. Кондиционер можно в Карифуре в кредит купить, если что. Я брал один раз. А это у вас санузел, да? Ну, здесь, конечно, честно говоря, не чихнуть, не пернуть. Сверху этот самый висит. Прямо на голову упадет, и все, у вас бойлер с горячей водой. На тарачке сидишь и упадет. Придумали. Ну, кухонь, конечно, человек, смотря, просто символическая. Вообще не развернулся вот это вот, вот это все. Я вот, честно говоря, просто вы когда писали заявочку, там написали 132 метра, да, у вас? А я подумал 1320. Я занимаюсь вилами, просто большими дорогими объектами, совершенно другие масштабы, другие люди продают, другие комиссии. А вот придется уже с вами, конечно, работать. Да, конечно. Ну, придется. Раз взялся, то взялся. Значит, если я сказал, что будем продавать, значит, будем продавать. Конечно, все вот это вот, все это сосна, ее покрасить в белый цвет. Так это ж сосна, это, знаете, для этого региона это самое лучшее дерево. Потому что влага здесь и ДСП просто рассыпается. Поэтому здесь, а это дачный вариант. Вы же сами понимаете. Так это сразу видно, что это все дешок. Правильно. Современный, знаете, какой-то изданц. Пойдемте дальше. Ну, это первый этаж. Первый этаж. Если второй этаж такой же, то там минута первая, минута вторая, конечно. Да, квартирка у вас. Ты вообще откуда его нашел, пупсик? В инстаграме, Кэть. Слушай, я посмотрел, у всех вроде бы риэлторы, компания, а у этого как корпорация. Ну, подумал, серьезные, 15 офисов по всему миру. Что вы делаете? Я проверяю крепость дома в целом. Дом, конечно, у вас так себе. Ну, не комнатушка, а келья просто какая-то. Смотрите, размер какой. Две кровати вообще никакие. Все такое старое. Ну, реально, все надо красить. Вот плесень по потолку идет. Какая-то плесень. Это валтина. Шкаф тоже. Ну, что это? Пародия какая-то. Нет, чтоб нормальное сделать. Сделали не то, не сё. Все живы? Целы, здоровы? Жильцы ваши, вы сами идите, посмотрите. Что творится у вас здесь? Да крепкий, никто до этого не проверял. Когда ты уже поменяешь? Маму чуть током не убил. Уже пора, наверное. Да, господи, зато три года к нам никто не приезжает. Что он делает? Что? Да я все проверяю просто на крепость. Мало ли как, что-то как-то у вас, может быть, в доме, конечно, много требуется вложений, ремонты всякие. А второй туалет у нас здесь. Поздравляю. Вот у нас, кстати, стиральная машина стоит. Что стоит, что не стоит, это все равно на помойку ржавая, старая. У вас тут реально все надо из этого дома прямо на помойку все выбрасывать, ремонтировать. Силовая структура здесь, трещины у вас пошли. А это что такое? Это же надо собственный дом и у вас окна в колодец. А это надо умудриться. Это же надо в доме в собственном иметь окна в колодец. Я понимаю, еще в квартире. Все маленькое такое, все под ремонт. Это до 100, 99 максимум. Вообще-то нам в другом агентстве 150 предлагали. Так чего не продали? До 100 тысяч, эксклюзивная консигнация, договор только со мной, и я продам. Вот что мы не продали? Так никто и не предлагал. Первое втянуте. Так, все верно. Да, и пожалуйста, жалюзи опускайте, чтобы не выгорала мебель. И справа за дверью щиток. И очень важно, когда уходите, включайте сигнализацию. Какую сигнализацию? Вот смотрите, у вас грелок есть и камера обязательно. Камеры? Вот этим выключается, да? Да. Пойдемте, время мало. Да, Семен, машина, конечно, у вас так себе. Не фонтан, как говорится, свистит вся, пердит, скрипит. А эта машина, если бы не вы, была бы продана уже за 4 тысячи евро. Сейчас я с вами рассчитаюсь, почините машину, и все будет. Кстати, долго нам еще ехать? Куда мы едем вообще? Там есть объект один, продают мои клиенты, знакомые. Ну, такие они люди, сложные люди, неприятные очень, душные. Что, продать что-то нужно? Не-не-не, я сейчас вам покажу, вам просто надо будет немножко посидеть. Но если продать, я уже умею. Не-не-не, просто посидеть немножко и в нужный момент в окно посмотреть, и все. А клиенты какие-то придут? Я сейчас все объясню. Общаться на каком языке с ними? Я испанский-то уже подучил, не могу. Испанский не нужно. А вот албанский можете подучить. Албанский. Так, вот здесь. Приехали уже? А райончик мне нравится, ничего такого. Да, райончик говно. Боб, и машина, как у меня, только цвет другого. И машина ваше говно. Это, между прочим, вы продали и говорили, что не говно. Ай, Сим, пойдемте, работать надо. Работать. Не, хороший район, мне нравится. Ну, так, себе, конечно, райончик, честно скажу вам. А, а все-таки мясо-то будем жарить, да? Вот эту свинью свою будете жарить. Так, подождите, где-то здесь свинью. Вот, вот сразу, сразу видно, машина-то какая. Значит, что люди благополучно обеспеченные здесь живут. На таких машинах-то ездят. И диски вон литые, кстати, красивые, я такие же себе поставлю. Вот здесь будем работать с вами сегодня. Исходя из своего опыта, как говорится, домик, наверное, 1120 стоит такой. Потому что я уж знаю рынок-то, изучил. Григорий, как бы прям в точку попали. На самом деле дом реально прекрасный. А вот сразу скажу, вот мебели не хватает. А есть садовая, а вот молодец, садовая мебель есть. А внутри все расставляется здесь. И причем надо поставить мебель для того, когда к вам приходят люди. А когда людей нет, зачем мебель? А то вот так вот ходить, вот это все. А вот простор, видите, как хорошо. Простор, простор. Мебель есть. Знаете, недочетик это сразу я увидел. Да, это вот, вот это, да, это ерунда. Это вот люди приходят обстучать ноги. Знаете, там, ну, с мороза, со снега, ну, там, с грязи. Вот, вот так вот обстучать и чуть-чуть оббивается. Можно подкрасить, вообще ерунда подкрасить. Подкрасить. Ладно, боксим. Давайте, давайте. Вот туда. Вот, Семен, так классно здесь. Мебель садовая вот здесь вот. Вот, и мебель садовая здесь. Я вам говорю, установить ее туда. И тысяч пять гурей. Можно подклевать. Вот там справа датчик дыма. Помесьте на него тряпку, он что-то глючит. Вот угли положите. Ага. Вот, датчик дыма, смотрите. А я, сейчас мне надо воду там открыть свет. Датчик дыма. А дым? Ладно. А дым-то что здесь, почему? Семен, завесил датчик дыма. А зачем? Они бывают готовят здесь паэлью, здесь вытяжка тут проходит. Просто контур сюда и оттуда идет на этот датчик. И иногда бывает глюк и работает, а потом 30 секунд такой пил-пил-пил. А это потому что барбекю бы готовить, чтобы дым не пошел? Барбекю тоже потом. Пойдемте. И вот, между прочим, Григорий, здесь, что касается самой недвижимости, самого объекта, обратите внимание, просторный салон. Посмотрите, шикарный телевизор. Жидкокристаллический. Шикарный. Он старый и толстый. Это вы старый и толстый. Посмотрите, вентилятор, прекрасная вещь. Знаете почему? Вентилятор это хорошо. Был бы кондиционер, значит тут жарко или холодно. А если только вентилятор, значит всегда комфортная температура. Пойдемте на второй этаж. А это массив. Массив, мрамор, все, как мы любим. Правильно? Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. А сколько этажей, Семен? Этажей три. А лифт есть? Мне все нравится. Перекрасить в белый цвет и вообще классно. О, и кровать какая высокая. Семен, это же вообще... О, вид какой шикарный. Вид на BMW третьей серии. И я вам скажу, что это получше, чем вид на море. Смотрите, вот так вот. И немножко вот это потрясите. Не шатается, нет? А привстаньте на нее вот так вот. Вот так вот, трясите ее. Нормально? Нормально, крепко. Хорошая физическая форма. Я бы хотел пройти. Пойдемте. Хоккей с мячом занимался в детстве и дзюдо. Ага, прекрасно. Ну, концепция, так сказать, мне ясна. Дом продать, я так понимаю, нужно. Вот в чем работа моя заключается, да? Не, ну... А, кстати, можете продать тысяч за 150? Ну, скидочку какую-нибудь придется все-таки сделать. Смотри, вы уже разбираетесь, уже специалист. Так что, мяско там будем жарить? А это сейчас пригодится нам. Значит, история такая. Вам сейчас надо будет сыграть роль. И вот от того, как вы сыграете эту роль, у нас, собственно говоря, с вами пойдет дальнейшее сотрудничество. Ну, вы сейчас отдадите мне долг. В любом случае, вы должны сыграть роль. Я думаю, у вас получится. Это все легально? Все по законам Испании? Конечно. И строго, я читал. Это законодательство Испании не только это все разрешает, оно еще поощряет. Все, что вы будете делать, будет одобрено в суде. Ну, если будет суд, суда не будет. Просто отдадите долг. Но если легально, тогда за дело, как говорится. Уголь открывайте. Ага. Семен, хороший уголь. Костром пахнет. Григорий, а вот, если честно, вы, наверное, на меня немного злитесь все-таки. Если честно, немного да. Я вот знаете, что думаю? Вот вам надо вымесить свой гнев. Как вам любой психоаналитик бы сказал. Ага. Может, взять все сломать вокруг. Все сломать, покидать, раскидать все. Вывесить свой гнев. Вывесить свой гнев. Вот так. Вот так взять все. И все вот так. Вот так. Вымещайте, Григорий. Давайте. Давайте. Семен, спасибо. Я прям чувствую, прям чувствую, как от оков злости освободился. От ярости на вас. Прямо мне нехчестало. Правильно, правильно, Григорий. Правильно. Григорий, Григорий, надо побыть другим человеком. Вообще. Нет, надо переродиться в другого человека. У вас нет ни прав, ни дома. Ничего вообще нет. Ничего. Побывай, чтоб вернуться. Вернуться в то, что у вас есть. А я согласен. Уголь где? Ага, где вот здесь. Вот уголь. Григорий, вы готовы стать черным риэлтором? Да. Офигняйтесь. Сильнее. С эмоциями. Григорий, давайте. Сильнее, еще сильнее. Еще сильнее? Сильнее, прям так. Нормально. Давайте. Да. Так, все правильно, смотрите, дальше что у нас с вами? Что дальше? Значит, дальше я приведу сюда людей, которые владельцы этого дома. И я хочу, чтобы они немножко скинули цену. Нам для этого нужен немножко ваш артистизм. Вы должны кричать, трясти здесь все. И если вдруг в окно кто-то посмотрел, вы так хоп и напугали его. Вот посмотрите, а когда вот стук в дверь вот такой, откройте мне, я вам так тихонечко послушаю. Откройте, я зайду, а дальше там разберемся. Ага. Семен Риоти Корпорейшн, топ-менеджер. Семен. Ну, здравствуйте, Семен. А мы в магазин поехали. Ну вот с женой. Ой, мне так не приводится. Я сейчас приехал в объект, хочу показать, поснимать для своего канала на Ютюбе. А у вас никто приехать не должен. А что там случилось? Ну, ключи только у вас должны быть. Я уже ничего не понимаю. Больше ни у кого ключей нету. Не знаю, дверь закрыта. Не получается мне открыть ее. Что? Вот сами посмотрите. Ну, пашка, у меня к сумке, наху кашусь. Нет, твоя мама не приезжала, нет. Нет, мама не приезжала, нет. А вы говорите, район благополучный. И что мне делать? Я тогда ключи здесь оставлю и пойду, да? Нет, 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 никуда не уезжайте. Подождите нас там, мы сейчас приедем. Ну, подъезжайте тогда, давайте. Давайте решать как-то. У меня тоже время не резиновое, не бесплатное. Мы сейчас быстро все, едем. Да, мы едем, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, как нехорошо получается. Район все-таки, конечно, очень у вас неблагополучный. Я сразу говорю, вот я как машину это увидел, сразу понял, что здесь живут люди, которым доверять нельзя. Смотрите, видите, что происходит. Это оккупас, наверное, оккупант. В жилье залезают и живут там, и живут. И выселить вообще невозможно. А все район, конечно, неблагополучный. И ключи, наверное, кому-то давали, да? Вообще всяким людям давали ключи, наверное. Да никому не давали. Только вам. Замок плохой у вас, значит, был. Не знаю, вот с этим надо как-то что-то через суд только. А смотрите, у него там, похоже, дети. А с детьми вообще не выселят. Это суды начнут. Это оккупас, это район такой. Вы, конечно, когда здесь недвижимость брали, вы сделали большую ошибку. Но сейчас надо решать этот вопрос. Папа, папа, до этого же не было ничего. После вас все проблемы начали. А в чем тут я-то вообще, я не понимаю. Я вам предлагаю сейчас помочь решить эту проблему. Хотите, я уйду прямо сейчас? Нет, решайте ваши проблемы. Это не моя проблема, это ваши проблемы. Это не наша проблема. Вы в полицию тогда решаете. И в полиции решаете. А у меня в договоре написано спокойно. Ну, пошел отсюда. Иди в полицию, пожалуйста. На суд идите. Нет, сразу Семен заселил. Подождите, помогите нам, пожалуйста. А вот сразу Семен, помогите. А вот сразу не могли подумать об этом. Что для этого сделать? Антиокупасы нужны для этого. Фирма такая есть в интернете. Антиокупасы, вот можете ввести. Посмотрите антиокупасы. Объявление 3000 евро стоит плюс ИВА. Получается 3600. Но обратите внимание, сито через полтора месяца. Много оккупасов. Особенно в таких районах, как вы купили себе недвижимость. Думать надо было, когда приобретаем. А еще какие есть решения? А какие? Я не знаю, какие. Вы можете пойти, пожалуйста. Вот идите. Не хотите с ним? А вот идите, пожалуйста. Попробуйте с ним. Я в принципе, в принципе, мог бы вам помочь. Вот я просто учился в школе самбо. И я могу попробовать, на самом деле. И это обойдется те же 3000 евро. Без НДС 3000 евро и все. Это все, что вы мне дадите. Если я не выселю, 3000 евро не возьму. Верну назад. Или погибну смертью храбрых. И если оккупас не выселен, тогда я вам эти деньги верну. И если выселен, тогда... Ну, наверное, придется. Да, хорошо. Мы согласны. Да. Три. Ровно три. Еще 20. За замок вам сюда замок поставить надо 20. Все, я пошел. Тихо только. Не вообще ничего. Не ходите. Отойдите в сторону. Может быть опасно. Может быть всякое. Если что, если не выхожу час, езжайте в полицию. Тихо. О, это Семен. Ага. Да, Семен. Здравствуйте. Ну как? Как вам? Нормально? Еморей, давайте. Еще раз кидайте все. Кидайте все. Кидайте все. Кидайте все. Сильно, сильно кидайте. Ааааа. Аааа. Бах-бах. Тихо. Тихо. Все. Хорошо было, нет? А теперь мясо-то будем жарить? Тихо, тихо. Тихо, тихо. По делу, по делу. Сейчас, тише. Если там люди, мы типа с вами, борьба у нас с вами происходит. Классовая. Ну руки сюда даете. Угу. Да, вот так. Попрыгайте, попрыгайте так. Ага. До машины, да, прыгайте до моей. И в багажник. Да. И 478 евро, как с куста. Давайте. Попрыгайте. Понял. Мне уже это не нравится. Уже не смысл. Так надо. 20 метров в багажнике. Они даже не поздоровались со мной. 20 метров в багажнике. Это неправильно. И все закончится. И все, долго никакого нет. Все, сидите, тихо, спокойно. А, албанский. Узнал я его, кажется, в розыске. В полицию повез. Семен, я думаю, им понравилось. Я видел, даже денег вам заплатили. Сколько там? Какое ваше дело вообще? Какие деньги? Вы отдали долг мне совсем в расчете. А доля моя. Отработали все. Как опять вы начинаете? Григорьев, вымиществою зло. Ну, пашку, кокос. Ну, кокосус. Похоже, акупос развязался. Может, ему помочь? Нет, 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 нет. Он сам справится. Семен сильный мужчина, самбист. День добрый, это Семен. Семен Риоти Корпорейшн, топ-менеджер. Да, здравствуйте, Семен. Здравствуйте. Я устранил оккупанта. Оккупант доставлен в полицию. Задача решена. Избавились? Ну, слава богу. Хоть одна проблема меньше. Ну, Семен, вам нужно нашу недвижимость продать. Я здесь жить больше не хочу. Ради бога. Нам говорили про Таревьеху такое, но мы, собственно говоря, не верили. Не верили. А тут не думали, что с этим столкнемся, но... У меня единственная для вас плохая новость. Недвижимость ваша стоит дешевле. Сто тысяч никак. Семьдесят максимум. Семьдесят? Ну, придется, наверное. Давайте продаем, чтобы уже избавиться от этого геморроя, и все. Спасибо. Перезаключим договор завтра. Сегодня надо отдыхать, извините. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok